Всем вобрать! Сегодня у нас пойдет речь о моде Alien от компании Smog. И что я могу сказать сразу же, компания Smog тут просто превзошла себя. Я не знаю кого они уволили, расстреляли для запугивания или что-то сделали, но они сделали очень хороший мод. А что самое важное, с хорошо работающей платой, чем Smog обычно не сильно славился. Есть конечно в этом моде определенные минусы, есть очень много тоже плюсов, которые перекрывают те минусы, которые здесь есть. Но обо всем об этом мы поподробнее поговорим на столе, я вам полностью все это расскажу. Все свои ощущения, впечатления от данного мода. И для начала мы рассмотрим комплектацию. Здесь у меня конечно же находится кит, это значит что здесь в комплекте идет бак. Также этот мод продается еще и отдельно от самого бака. Значит стандартная макулатура, USB кабель, сам бак TFV4 Baby. К нему идут допы именно в орингах, потому что обслужка на TFV4 Baby идет отдельно, продается. И в обзоре на TFV4 Baby я вам это расскажу. Идут еще запасные вейбенды, вот таких две черненький и оранжевый. Идет запасное стеклышко, дополнительный койл на 4 шахты. В наличии здесь установленный уже на одну, но такую здоровую. И конечно же сам мод Alien. И перед тем как мы начнем рассматривать сам Alien, я хочу немножко сравнить по размерам Alien и Sigelay 213. Но он такой же как и Sigelay Fuchay 213. Как вы видите Alien немного ниже чем сам Fuchay. И по толщине он также немножко меньше чем сам тот же Fuchay или Sigelay. То есть немножко по углам он немножечко меньше и немного ниже. Это в принципе тоже очень хорошо, так как эти оба мода на двух аккумуляторах 18650. Но опять же в Fuchay есть прихит, преднагрев, можно его выставить. В уже Alien такого нету. В Alien конечно есть эти пресеты, Normal, Hard, Max. Но я не особо заметил, чтобы они работали. Я вот пробовал Normal, пробовал Hard. Я не заметил особой разницы в разогреве. Теперь же сам мод поближе. Дизайнеры здесь постарались очень хорошо. Все просто замечательно сделали. Очень классно. Единственное, что здесь это не карбон. Это как такая наклейка. Ну подешевле конечно удешевить производство. Иначе бы этот мод стоил еще дороже. Спереди у нас находятся кнопки плюс и минус. Тоже очень классно, прикольно сделаны. По дизайну кнопка пуск. У нас находится на боковой части мода. И мы нажимаем ее сжатием руки. Сделана она очень удобно. Нигде не выпирает. По стилю, по дизайну тоже очень классно. У меня допустим данный мод не гремит и не шатается. Вот послушайте. То есть нигде нету никаких люфтов. Но опять же в других версиях у кого-то он люфтит. У кого-то эта крышка шатается. Опять же это такая себе лотерея. Я написал об этом в компанию Smoke. И они сказали, что обязательно в следующих версиях все это учтут. И исправят. По идее уже во вторых партиях. В третьих уже этого не будет. Потому что все-таки обзорщикам присылают раньше. И походу они не сильно следят за качеством этим. Значит крышка аккумуляторного отсека закрывается так же, как и на фучаях, на сигелеях, на кубоидах и всему подобным. Я считаю, что это очень удачное решение. И это очень классно. Потому что крышка, когда закрывается, она перестает люфтить, болтаться, трястись или еще что-то такого. В принципе мне очень удобна такая вот крышечка. Также обратите внимание, что на самой крышке есть обозначения А и Б. Здесь также написано плюсом вверх, минусом вниз и внизу также уже наоборот. Подключение аккумуляторов здесь последовательное. Так вот, насчет А и Б. Запомните, что они здесь есть. И потом, когда мы уже перейдем к самой менюшке, вы увидите зачем они. Теперь перейдем к рассмотрению вообще самого пина. Здесь пин они сделали довольно-таки хороший, очень интересный. Единственное, что атомы прилегают полностью заподлицо к самому основанию мода. И вы здесь видите затертости. То есть, ну я его использовал в последнее время очень активно и часто скручивал, накручивал дрипки. Здесь появились вот такие окружности. Но они не прорезали полностью до металла. То есть, мы не видим сам металл. И это говорит о том, что покраска здесь самого мода очень хорошая. У самого коннектора глубокая резьба. Пин подпружинен, но он подпружинен слабо. Вот чуть-чуть маленький ход, такой более тугой. Но даже с тем же Мейсоном, Масоном, который я использую, у меня проблем не возникало. Хотя там пин очень сильно выпирает. Также насчет еще сколов затертостей. Как вы видите, здесь у меня появились сколы. И здесь у меня есть небольшой скол. И здесь есть небольшой скол. Этот мод у меня несколько раз падал. И поэтому они и появились. В остальных местах такого нет. Снизу, конечно, появляются небольшие царапины. То есть, ну, не критично. Но он же опять же ставится постоянно на стол, шаркается. А это как бы неизбежно. Теперь произведем несколько замеров. И первое это взвешивание без самих аккумуляторов 18650. И весит он у нас 144 грамма. Я хочу сразу же поставить на весы сиделей. В данном случае 213. И как мы видим, он весит 133 грамма. То есть, немножко тяжелее сам Alliant. Совсем чуть-чуть. Если мы добавим сюда еще два аккумулятора 18650, вес устройства у нас выйдет 231 грамм. Теперь сделаем замеры. Сам мод у нас в высоту 85 миллиметров. В ширину 44 миллиметра. И в толщину 29 миллиметров. Также хочу сразу же отметить то, что посадочное место позволяет установить сюда атомы без какого-либо зазора в 24 миллиметра. Здесь они выходят монолитные. Если же сюда устанавливать атомы уже 25 миллиметров, то появляется маленький-маленький совсем бортик. То есть, не по бокам, а вот в этой части. Но его фактически незаметно. Так что, атомы в 25 миллиметров. Вы спокойно можете устанавливать. Ну вот, 26, наверное, будет явно выраженным. Теперь же установим сюда аккумуляторы. Опять же, минусом вверх, плюсом вверх. Кому-то не нравится, как закрывается эта крышка. Мне лично нравится. Никаких проблем у меня не возникает. Закрываем, надавливаем и опускаем вниз. Все, мод у нас еще не включен. Но он показал нам, что аккумуляторы уже вставлены. И после установки аккумуляторов, мод у нас все еще выключен. Тут его придется включить пятикратным нажатием на кнопку пуск. И мы что видим, долгую заставку смок и версию прошивки. Что это Alien. Долгая загрузка. Красивая, но долгая. Могли бы сделать и побыстрее. Смоки, наконец-то, сделали хороший экран. Большой, информативный и в удобном и правильном месте. И это очень классно. Здесь мы видим, сколько же у нас ватт. Буквочка N означает, что это режим Normal. То есть, есть еще Hard, Max, там Soft. Здесь мы видим, опять же, вольтаж, который будет подаваться на наши спиральки. Какое у нас сопротивление. Сколько ампер сейчас подается. Внизу мы видим, в каком режиме мы сейчас находимся. Что это вольват. Температура самого мода. Именно мода. И количество затяжек. На данный момент я сделал 1399 затяжек. Пока тестировал это устройство. И здесь у нас идет бегунок, который показывает, сколько же мы затянулись в последний раз. И, конечно же, когда он добегает до конца, происходит отсечка. Также хочу обратить ваше внимание, это будет минусом данному моду. Это можно будет, скорее всего, решить прошивкой. Но, все же, сам мод у меня изначально определил намотку этой дрипки в 0,19 Ом. Хотя я знаю прекрасно, что данная намотка у меня является 0,14 Ом. И даже сейчас он определил ее как 0,15, почти 0,16 Ом. Немножко это неправильно. Я знаю точное сопротивление этой спиральки. Уже не на одном моде все это проверялось. И здесь он ее определил неправильно. Не сказал бы, что это очень хорошо. И не сказал бы, что очень плохо. Погрешность небольшая, в 0,05. Но все же она есть. Также хочу отметить, что данный мод разряжает аккумуляторы неравномерно. Обычно это от 0,5 до 0,1 Вольта при уже разряженных аккумуляторах. Но это также и честно показывается здесь, на вот этих банках. Одна из них просядет, уже будет в 0, а другая будет там еще чуть-чуть, еще одно деление. Не очень тоже это хорошо, но опять же, это все скорее всего решится прошивкой. Также мы перейдем сейчас в меню трехкратным нажатием на кнопку пуск. И мы попадаем в режим мод. Мы можем выбрать вариват, термоконтроль. И все остальное, как вы видите, вот он выбирает, если мы подождем. Темп мод, мемори мод, ватт мод. Темп мод. Зайдем, посмотрим, на чем же здесь можно парить. Зайдем в темп мод, зажимаем кнопку и переходим в выбранное нами. Здесь мы выбираем преднагрев, какой у нас будет. Дальше мы можем выбрать, будет это титан, сталь или никель. Допустим, выбираем титаны, выбираем, нажимаем. Здесь у нас мы можем подстроить температурный коэффициент. Если вы, конечно, более точно его знаете. И мы переходим в сам режим термоконтроля. Дальше у нас идет настройка наших затяжек. Мы тут их можем сбросить, выставить ограничения и тому подобное. Можно сбросить, и я скажу нет. Дальше у нас идет сам сеттинг. Здесь мы можем выстроить, как будет ярко гореть экран. Можно заблокировать экран через время. Здесь мы можем поднастроить саму яркость. Здесь мы можем поднастроить сопротивление. Именно вот то, которое сейчас стоит. У нас, вот он показал мне в 0,1,6. Я могу его, допустим, уменьшить до 1,4. Если вот я знаю точно, что у меня 1,4. Я его могу здесь выставить. И мод будет отталкиваться именно от этого сопротивления. Как вы видите, оно здесь уже пишет 0,1,4. И также мы можем перейти в режим перепрошивки данного мода. И самым последним в основном меню у нас является функция Power. Мы его полностью можем выключить. Также в моде еще присутствуют комбинации клавиш. Допустим, мы сейчас находимся в термоконтроле. И мы зажмем кнопку минус и кнопку пуск одновременно. Если же мы зажмем кнопку плюс и кнопку пуск одновременно, то мы можем переключаться быстро по режиму вообще парения. Из термоконтроля в режим ватт, мод и так далее. То есть можем просто уже переключаться, потому что вы уже настроили. Также немного по замерам зарядки данного мода. Как мы видим, данный мод у нас тянет на себя почти 1 ампер. И это очень классно по сравнению с другими модами, которые заявляют больше на себя, что они могут тянуть. Но тянут там 0,5 ампера. Данный мод тянет на себя ампер. Как вы видите, зарядка аккумуляторов идет не совсем равномерно. Там бегунки так идут по-разному. Не сказал бы, что это очень хорошо. И не рекомендовалось бы заряжать аккумуляторы через данный мод. Все же лучше через отдельную зарядку. Также наверняка вас волнует, как же разогревает он спираль. Есть ли там задержка в этом моде при разогреве спиральки. Скажу сразу, она есть как бы небольшая, только в начале, когда спирали холодные. Ну, как бы тут стоят фьюзы, и их нужно разогреть. На это тоже потребуется время. Давайте я зажму кнопку пуск, и вы сами увидите. Спиральки сейчас холодные. Поехали. Зажали, держим, пошел пар. Вот, все есть. Теперь, смотрите, когда спирали уже разогреты. Вот мы сейчас увидим, когда вот вы уже парите, и вот, как обычно, у смогов была задержка перед этим всем. Давайте я нажму на кнопку пуск, и мы увидим. Как вы видите, пар начинает идти сразу же, моментально. То есть, нету вот этой задержки, она пропала. И это очень классно. Некоторые из вас могут спросить, а покажи нам другие версии, как в другой расцветке они выглядят. Это вы увидите у Олега на канале, в Дарт Вейп, в Вейп Бразерс. У него тоже он будет на обзор, я ему его тоже подогнал, чтобы он протестировал и сказал свое мнение. Я могу сказать, что компания Смок превзошла себя и сделала очень хороший, достойный мод, который составит довольно-таки неплохую конкуренцию другим модам на два аккумулятора по компактности, размеру, по весу даже, хоть он немножко тяжелее того же Фучая, но все же. Дизайн, удобство использования у этого мода выше. Есть такая вот претензия компании Смок, то что они отправляют на обзоры устройства то с бракованной, то с болтающейся кнопкой, то не с болтающейся. Я даже не знаю, мне видать как-то так повезло, что у меня на этом не сильно болтается. Люфт, конечно, небольшой есть, но как бы это нормально. Но ничего критичного здесь я не вижу. Но, как и сами Смоки сказали, что они обязательно это все учтут и поправят. И действительно, они, кстати, исправляют свои ошибки, о которых мы их пишем, потому что я, когда делал обзор на примус, та крышка очень сильно болталась. Меня просто бомбило. А вот уже люди, которые покупали тот же самый примус от Смока, говорят, что крышка там уже не болтается. И они ее уже действительно поправили. Так что учатся, учатся на своих ошибках. Это очень хорошо. Я не могу сказать, что в моде Alien меня что-то цепляет, такое, что мне хотелось бы рвать и метать, обсирать этот мод за этот минус. Нет. В нем есть некоторые минусы. Они небольшие. Плюсов здесь гораздо больше, которые их слегка перекрывают. У того же, допустим, Секлея 213, Мисс Файеры вообще постоянно случаются. Здесь же Мисс Файеры есть. Да, они присутствуют. Я об этом уже написал в компанию Смок. И все это будут они исправлять. Кстати, Мисс Файеры здесь, походу, из-за программного обеспечения. Потому что, когда, допустим, случается Мисс Файер, я удерживаю кнопку Пуск. Держу ее, он не жарит. Я ненадолго ее отпускаю и потом опять нажимаю. И он все равно не подает напряжение на саму спиральку. Только когда я ее отпущу, буквально на секунду, потом нажму, и тогда все работает. То есть, скорее всего, это какой-то глюк программы, и они уберутся с новой прошивкой. Лично я себе, вот данный мод, вот этот красненький, я себе его оставляю. Я его никому не отдам, не продам, он мне нравится. И лично, если бы стоял выбор, купить мне его или не купить, я бы себе его купил. Потому что я даже не хочу с ним расставаться. Вот я его, вот несколько дней как получил, я его активно использую. И я понимаю, что сейчас после обзора мне придется брать другие устройства в руки, тестировать. И я этого очень не хочу, я к нему очень сильно привык. Так что, надеюсь, вам было интересно, эта информация полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Пишите в комментариях, что вы вообще думаете об этом моде. Всем добра!